Максим Горький Москва 28 сентября 1997 года Триумф жанра Своё 75-летие российский джаз празднует в одном из самых презентабельных залов Москвы В концертном зале Чайковского Вот они, звёзды отечественного джаза Кажется, итоги вот 75-летней истории нашего джаза Дали прекрасные результаты Именно потому, что сегодня как бы всё можно И выживают только те, кто действительно что-то хорошо умеет делать В разговорах во время подготовки к концерту Звучат одни и те же изумлённые слова Неужели мы дожили до этого дня? Джазмен, психологически привыкший жить в непризнанном жанре Лишь лет 10 назад, наконец, ощутил равноправие С коллегой из других жанров Классического, народного, популярного и эстрадного Насколько вам кажется актуальным джаз сегодня? Джаз совершил стратегическую ошибку Он стал сложным, философски Он таким образом оторвался от аудитории Борис Матвеев не стал дожидаться Официального признания искусства, которым жил Барабанщик, в течение 10 лет Игравший в оркестре Эдди Рознера Создал мерседес джаз-бэн У местной и филармоническом зале И на улице А если вы помните, джаз начинался Как музыка улиц Я играю Музыку доходчивую В нашем репертуаре Классика мирового джаза Понимаете, то есть Мы играем произведения С хорошими Мелодиями Законченность Композиционные формы Как по классическим канонам Композиционные формы Композиционные формы Композиционные формы Композиционные формы Композиционные формы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан Можно ли сегодня жить на джаз? На исполнительство вообще можно жить только людям очень известным. И таковых осталось у нас несколько человек в России, кого знают люди, не интересующиеся джазом. Потому что прожить можно за счет тех, кто приходит на концерты, и кто начинает интересоваться джазом, но о нем ничего не знает. Я слышал только по телевизору, по радио. Вот таким людям, ну как Граняну, мне Лундстрэм, Брилю, может быть можно, но очень скромно. Приходится, как и в Америке, кстати, такая же ситуация точно, подрабатывать музыкой, причем, конечно, джазовой, но в виде заказов на фонограммы разные, видеофильмы, может быть, кому-то преподавательской деятельностью, чем я не занимаюсь пока и не хотел бы, вот, изданием каких-то своих мемуаров, книг, учебников и так далее. И, в принципе, это жизнь. Алексей Козлов – один из самых неутомимых экспериментаторов. Его игра – бесконечная смена стилей. Чистый джаз, джаз-рок, филармонический джаз, джазовая трактовка классического репертуара и классическое – джазового. Солирующий саксофон в сопровождении струнного квартета – сегодняшняя ипостась Козлова. КОНЕЦ 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 Вы пианист, а ваши сыновья – духовики. Вы пытались как-то повлиять на их выбор? Вы знаете, скорее всего, и да, и нет. Да, потому что, ну, вы представьте себе, три пианиста в доме – это слишком много для одной семьи. Вот, а потом я в тайной надежде на то, что мы когда-то встретимся. И мы встретились, теперь мы играем вместе, и я очень доволен этим альянсом. По явлению ансамбля «Игорь Бриль и новое поколение» предшествовали сольные выступления пианиста – секстет с тремя духовыми и ритм-группой, постбоповый квартет с альсаксофонистом Александром Осичуком, квинтет, в состав которого пошли два сына Игоря Бриля – Дима и Саша. Сейчас, когда самое интересное рождается не в недрах одного жанра, а на стыке нескольких, сложно приклеивать стилевые ярлыки. На этом фестивале Бриль и сыновья продемонстрировали одну из разновидностей авангарда, выступая в трио – два саксофона и фортепьяно, без ритм-секции. Бриль и сыновья 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 очень амбициозный, все время хочу что-то нового, что-то больше добиться. Был музыкантом, стал дирижером, потом был дирижером, стал композитором. И почему-то мне казалось, что раз я стал композитором, значит, я все уже могу и не дирижировать, и не играть на инструменте. Оказалось, не черта подобного. Душа просит, душа требовала саксофона, и саксофон опять появился, занимает в моей жизни, может быть, даже самое большое место сейчас. Динамичность и энергия без дешевой аффектации – почерк трио Горанян-Крамер-Кузнецов. образованного в 1996-м. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Какие джазовые направления сегодня наиболее популярны? Чем джаз становится более зрелым, искусственным, тем больше появляется всевозможных экспериментов и проб, и тем не менее выкристаллизовывается основное течение идеи джазовой музыки. Это называется мейнстрим. И, в общем, было время, когда авангард заявил о себе так громко и так дерзко, что все подумали, что, наверное, начнется новая эра. То же самое было с додекафонией, когда Шонберг с первой своего опыса показал и объявил доктрину додекафонией, подумали, что век иной музыки заканчивается. Но это было ошибкой. Но также и с авангардом. Сейчас мы видим, что не очень много ансамблей следует этой идее. А мейнстрим претерпевает изменения, он модернизируется, возникают какие-то новые краски, значение полифонии возросло за последнее время. И я думаю, что, конечно, будут молодые люди обязаны дерзать. Это их предназначение. Они еще не устоявшиеся в смысле стиля художники. И у них больше поисков, чем находок. Но когда говорят, он стоит на месте. Но тот, кто стоит на месте и стал на него, наверное, может даже стоять на месте, если это место его, и он заслужил это место. Герман Лукьянов – трубач, композитор, ветеран советского джаза. В любых составах труба музыканта – неформально солирующий инструмент, а источник интеллектуальной передачи звука. Вместе с Германом Лукьяновым выступают Яков Окунь и Вано Аулиани. Герман Лукьяновым выступают Яков Окунь и Вано Аулина. 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова «Симон» Корректор А.Кулакова За 75 лет своего существования российский джаз обрел свой стиль и своих собственных звезд. Но это не старичок, готовый уйти на заслуженный отдых, чему свидетельство появление новых юных поклонников и новых звезд. О них в следующем выпуске передачи российскому джазу 75. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова